Слава нашему Господу! Великий Бог! И знаете, когда группа пела песню, вот такой вот мир приходит, да? И когда ты понимаешь эти вещи и осознаешь, и смотришь, и анализируешь, Иисус однажды сказал такие слова «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и что? И я успокою вас». Скажите, есть ли, может быть, кто-то на этом месте, у кого сегодня нет покоя, или он беспокойный, бывают люди буйные, не совсем спокойные. Но я верю, что, смотря здесь, что как-то тихо, все спокойные. И я верю, что Бог наполняет сегодня ваше сердце, Бог наполняет мое сердце. И поэтому, когда мы, придя сюда вечером на это место, мы понимаем, что мы не просто пришли для пастора, или, как мы сегодня слышали, Никита говорил, мы не для папы идем в церковь, но мы пришли сюда, чтобы встретиться с Господом, мы пришли сюда, чтобы повстречаться с Ним, что-то взять от Него. И знаете, когда ребенок знает, что у него будет встреча с папой или с мамой, или в детском саду, или в школе находится, и за ним приходит папа, мама, ну, всегда мы что-то приносим, всегда что-то даем, конфету какую-то, шоколадку или еще что-то. И мы благодарны Богу, что когда мы сюда приходим на это место, всегда Бог нам что-то дает. Ну, дает нам по нашей нужде. То, что, в чем мы нуждаемся. Вот приблизительно у одного человека есть аллергия от какого-то продукта. Бог тебе не даст этот продукт. У другого еще что-то Бог дает именно по нашей нужде, по нашему сердцу. То, что нам с вами сегодня нужно. И я верю, что когда мы сюда пришли, мы о чем-то просили Господа. То есть, Боже, я иду в дом Твой. Я желаю встретиться с Тобой. И, конечно, мы пришли с благодарностью, с хвалою. Во дворы Господни входим с хвалою, с радостью. Но нам еще, как вот просто людям, хочется, чтобы Бог что-то нам сегодня дал. Что-то открыл, как-то проговорил, что-то объяснил. И когда мы друг с другом разговариваем, и мы часто слышим, братья говорят, что куда-то идут в поездку, рассуждают или где-то сидят, рассуждают друг с другом о чем-то. И Бог какие-то откровения говорит. Бог слово свое объясняет. Бог открывается. И тогда что-то становится понятным, что-то становится таким доступным для нас. И поэтому, когда мы сюда приходим, мы слышим, когда группы музыкальные поют, песни поют, братья служат словом. И Бог нам открывает что-то понятное для Твоей и моей жизни. И сегодня вечером тоже мы слышали проповедь. Я благодарю Господа, что это актуально, Слово Божие, когда нам с вами нужно иметь такое, знаете, тесное общение с нашими детьми. Тесное общение друг с другом, чтобы мы понимали, что Бог дал нам какую-то ответственность. И в церкви каждому из нас Бог дал ответственность. И я думаю, что рано или поздно, может быть, ты сегодня понял уже эту ответственность, может быть, ты до нее доходишь, или она до тебя достигает, или через пастора, через какой-то звонок, эта ответственность до тебя достигает. Но Бог каждого насадил в этом доме и каждому дал свой труд. И благодарность Богу, что сегодня Бог дает возможность Ему служить. Я бы хотел проповедовать Слово Божие. Часто мы слышим эти места очень с Нового Завета интересные, когда Иисус со своими учениками переправлялся в лодки. То есть в одну сел, через какое-то время опять ученикам своим говорит, давай сядем и переправимся на ту сторону. Отправлял их и что-то говорил, какое-то слово говорил. И мы понимаем, что сегодня мы как с вами находимся, часто на свадьбах поют песню такую, что вы зашли в эту ладью молодожены, вы поплывете в ней, и пусть вашим капитаном, то есть вашим таким вот, знаете, рулевым будет сам Иисус. И мы понимаем, что когда мы с вами свою жизнь отдали в руки Иисуса, что-то в нашей жизни поменялось. И вот как такой, знаете, маленький прообраз. Каждый из нас вошел в свою лодку, в свою ладью. Именно вошел в такую лодку, чтобы плыть вот по этому течению, плыть по этому земному миру. Когда человек рождается на эту землю, он начинает свою жизнь. Ну, у каждого человека есть свой берег. У каждого человека есть свое пристанище. И у каждого человека в этом пристанище есть свое время. И когда где-то заходишь на кладбище и видишь, люди разных возрастов там находятся, и дети, и более такие зрелые, и пожилые совсем люди, Бог дал каждому свой берег. И поэтому, когда Иисус, придя сюда, на эту землю, когда Он начал говорить ученикам, когда Он стал призывать их, мы сегодня о Матфее слышали, да, был Симон Зилот, был и Симон Петр, и был и Иоанн, и Яков, и другие-другие ученики, которых Иисус призывал с разных мест. И нас тоже Бог призывал с разных мест, то есть с разных национальностей. И поэтому сегодня, когда мы понимаем, что мы услышали голос Иисуса, и нам Господь сказал, «Приди ко Мне, и Я тебя успокою». И поэтому мы с вами откликнулись на Его зов и пришли. И свое сердце дали в руки Иисуса. И мы понимаем, что что-то особенное Бог желает от нас, что-то Бог хочет в наше сердце сказать. И я хотел бы прочитать Слово Божие. Это написано в Евангелии Матфея, 14 глава, с 22 стиха. «И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный». То есть, когда ученики находились рядом с Иисусом, вот им Иисус говорит такие слова. «Зайдите в лодку и отправьтесь на ту сторону. А я еще останусь здесь, мне надо с народом побеседовать, поговорить». И вот ученики заходят в лодку и отправляются. Иисуса в этой лодке с ними не было. И там дальше мы читаем, я не буду говорить, что они Его потом увидели, испугались. Ну вот, они отплыли от берега. Опытные люди, опытные рыбаки, многие из них знали, как обращаться с лодкой, знали, как обращаться с веслами, наверное, с шестом с каким-то. Был какой-то опыт. Ну и вот настало время, что ветер поднялся на море, волны стали подниматься. И у них какой-то страх объял, что темно стало. И у них какой-то страх объял, что нет рядом с ними того, кто мог бы помочь им на данный момент. Я как-то на работе лежал, почему родилась эта проповедь, на работе после смены засыпал, помолился, лег. И знаете, часа два не могу уснуть вообще никак. Я думаю, что в нашей жизни бывали такие моменты, когда вот ложися, не идет сон и все. Я начал размышлять, размышлять, и Дух Святой, Дух Святой проговорил к мое сердце, дал, знаете, мне такое детское воспоминание. У вас бывают такие моменты, когда вот просто вы молитесь, может быть, кто-то на коленях стоит, и вот какие-то вот такие Дух Святой что-то открывает. И Дух Святой мне дал детское воспоминание, когда мне было лет 8-10, и меня дядя взял, у меня дядя был охотник, и брат охотник, рыбак на Дальнем Востоке. И они мне взяли, именно там их дети много поехали в тайгу, вверх по течению, широкая река была такая, бурея, может кто-то слышал, называется. И мы приехали, там был большой дом, и там остановились, часа 3, где-то 5 мы ехали вверх туда в устье, знаете, приятно, 8 лет где-то такой, так вот на моторной лодке плыть хорошо. И все это вот Дух Святой мне напоминает, и потом мне Дух Святой еще открывает то, что я сделал такой очень поступок, от которого, знаете, мне потом, может быть, было стыдно, но я не понимал этого. В моей жизни не было опыта, я это видел, как это все делается. Знаете, вот мы в нашей жизни видим, когда мы входим в нашу лодку, в нашу ладью, да, мы часто видим, как надо делать. Мы знаем, как надо веслами гребсти, мы знаем, как отплыть от берега, мы все это понимаем и знаем, но когда нет рядом того, кто бы тебе помог и объяснил, иногда мы делаем какие-то жизненные христианские ошибки. И я подловил такой момент, когда дядя с братом, брат удвоернул, где-то было лет 25, они где-то там были чуть-чуть дальше, я подловил такой момент, и я, лодка называлась «Казанка-2», с такими крылышками, весла на ней были, все. И вот я знал, как делать все. Я знал, как зайти в лодку, я знал, как дергать за шнур, чтобы мотор завести, я знал, как оттолкнуться от берега, и я вот зашел в эту лодку, а река была горная, течение было большое, каменистые берега, камни такие. И я вот оттолкнулся, и все. И знаете, я начал употреблять свой детский, знаете, вот такой опыт, как я это видел, как я это понимал. Я подошел к мотору, там канистры стояли, я начал дергать за этот шнур, я начал заводить, а ничего не получалось. Я еще больше пытался, знаете, и чем больше я пытался делать что-то по своей неопытности, в мое сердце пришел страх. Я уже был чуть ли не на середине реки, течение меня взяло, поднесло и поволокло вниз. Дальше были такие, знаете, горные обрывы, там чуть-чуть дальше, дальше. И у меня были слезы, у меня был большой страх, что делать? Я пытался веслами что-то, ничего не получалось. Я сильно испугался. И вот в тот момент я увидел, что по берегу бежал мой брат двоюродный, бежал далеко-далеко-далеко, чтобы вперед пробежать и начать плыть к лодке. И вот он забежал туда вперед и поплыл, прыгнул в эту воду, в одежде. Он поплыл, чтобы спасти, чтобы мне помочь. И когда он поплыл к лодке, он уцепился, он за нее залез. Знаете, его первые слова не были, что ты наделал? Что ты сделал? Потому что он увидел, что у меня все лицо было в слезах, он меня обнял и сказал, Саш, не переживай. Но я не понимал, как это все делается. Опытный человек, он сможет это сделать. Там нужно поставить канистру, подкачать, наверное, бензин, все это подсоединить, все это нужно знать, как делать, завести мотор, знать, в какую сторону руль крутануть. А я ничего не знал. Я думал, что я знаю. И мы сегодня с вами, как верующие люди, войдя в лодку, жизненную лодку, мы пытаемся в нашей жизни порой что-то сделать такое, что мы думаем, что мы знаем, мы думаем, что мы понимаем. Но нет рядом с нами того, кто бы нам просто правильно объяснил бы. Мы не спросили, как это делать. Мы не подошли, не спросили. Или я не подошел, не сказал, дядя Вась, давайте вот зайдем в лодку, вы мне покажите, как заводить мотор правильно. Мне потом все это объяснили, показали, рассказали, я смог уже это делать. Но в нашей христианской жизни, когда Иисус сказал нам, зайдите, войдите в лодку и переправьтесь на ту сторону. Мы с вами сегодня, зайдя с одного берега, переправляемся на другой берег, чтобы причали туда. Я как сказал, у каждого есть свои сроки, у каждого есть свое время. Но вот этот промежуток, начинается какое-то течение, начинается темнота, начинается ветер с моря, волны большие, и мы начинаем пугаться. Нету с нами Иисуса, с ними не было в лодке того, кто бы им помог. Они вроде, как бы по некоторым моментам своим имели опыт, но не было с ними Иисуса. И знаете, когда меня Юра обнял, мне так стало хорошо. И в мое сердце, вот в такое детское сердце прошло понимание, что я спасен, со мной ничего не случится. Сейчас мы приплывем к берегу, и опять пойду в дом. И Он сделал все возможное, чтобы приплыть к берегу, Он взял меня за руку, и мы вошли в дом. Насколько я чувствовал мир. И представляете, насколько ученики чувствовали мир, когда вот буря поднялась, все, темно стало, ветер стал дуть со всех сторон, все, кажется, с ними рядом Иисуса нет. И они Его видят, идущего по воде, слава Богу за это чудо. И даже вот в этом моменте Христос их не оставлял с ними, Он сказал, переправьтесь на ту сторону. Но я потом приду, я чуть-чуть тут надо мне еще поучить, поговорить, кому-то прикоснуться, где-то зашел, помолился. И когда Он зашел к ним в лодку, вот мир настал. Много других есть моментов, когда, вы помните еще, Иисус спал на корме. Тоже, кажется, буря подняла все. Но не было того человека, который бы просто вот сейчас вот что-то такое сделал. И они начали переживать. Я помню как-то, не помню даже в каком году, Николай Михайлович, Валентин Анисин, мы на бус сели, поехали в Петриков. И там, по-моему, в Петрикове, Припять река такая. И моя жена была беременна, Миланой. Признаюсь, плавать не умеет она, боится иногда воды. А тут, знаете, нам предложили на остров на моторной лодке переплыть. И некоторые братья, кто знает, спокойно заходили в лодку, потому что там сидел человек уже за мотором, все доверялись ему. И вот моя жена заходит, а у нее ноги подколачиваются, потому что она первый раз в жизни в лодку садится, а еще плавать не умеет. И знаете, я сел возле нее, я взял ее за руку, и она мне говорит, а я успокоилась. Насколько вот важно, когда рядом с тобой есть человек, который просто поймет твой страх, поймет твою боль, поймет твое переживание, поймет то, что ты вот чувствуешь на данный момент. Я понимал, что она смотрит на эту воду, эта вода мелькает быстро, мы уже плыли там, бережок такой, небольшая экскурсия нам там, братья сделали. Но вот это нужно было пережить, чтобы рядом был тот человек, который поймет. И нам с вами сегодня, когда мы входим в лодку, может кто-то плавать не умеет по-человечески, но мы, как христиане, тоже иногда не можем плыть правильно. Надо, чтобы кто-то нас научил, надо, чтобы кто-то нас поддержал, чтобы кто-то вот в нашу лодку вошел и сказал нам, не бойтесь. Просто вошел, подержал, взял тебя за руку, да, и подвел тебя куда нужно. Вот так в нашей жизни, когда мы переплываем, плывем по этому течению, по мирскому этому течению, у нас вот эта буря, вот этот ветер, эти волны, но хотят покрыть. И очень сильно, не просто покрыть там, а покрыть с головой, чтобы мы не увидели света, не увидели ничего. Я помню, как-то, наверное, года два назад в моей жизни был случай такой, в одном месте мы остановились и решили поплавать там, по работе. Ну, это, можно сказать, океан был, да, и все, и мы зашли, и по пояс. Я нырнул, знаете, я потерял пространство просто. Я не мог понять, где я вообще нахожусь, я не знаю. Я только видел, что солнце светит, я поплыл туда, хотя по пояс было. Я не мог понять, почему. Я вышел с воды, начал молиться, говорю, Господь, может быть, ты что-то хочешь мне сказать через это? Иногда вот так вот в жизни мы где-то теряем пространство, мы не видим с собой, и я благодарен Богу, что Бог тогда прикоснулся и начал говорить к моему сердцу, что-то объяснять. И тогда спокойный мир настал. Народ Божий, насколько важно нам с вами сегодня иметь вот спасителя рядом, который помогает, который держит. Даже вот сейчас рядом, я стою здесь, вы находитесь там. И насколько важно, чтобы Иисус успокоил нас. Вот эти вот переживания, которые есть, сердечный, вот негатив, вот просто ушли, чтобы Бог успокоил. И чтобы был мир вот в нашей лодке, в нашей вот в этой ладье. Чтобы мы с вами, в первую очередь, имели знание, как это делать. То есть имели опыт, чтобы мы видели, чтобы мы от Иисуса научились, как это правильно с вами делать. Чтобы мы с вами справились, чтобы все получилось, чтобы сделали все четко. И чтобы мы достигли с вами этой цели. Кто нас сегодня может научить? Когда мы приходим на какую-то работу, нас опытные люди учат, нас стажируют, и мы понимаем, что они нам передают свой опыт. Кто-то учится в институтах, в колледжах, в школе, они учатся. Но придет время, когда нам скажут, послушай, ты должен начинать сам что-то делать. Хорошо в церковь прийти сегодня, но нам с вами нужно что-то начинать самим делать, и Иисус поможет. В тот момент, помните, когда Моисею было, насколько важно еще, чтобы мы с вами не просто взошли в лодку, а чтобы мы смотрели за ней, чтобы она течь не дала, чтобы ничего не протекло. Наверное, в нашей жизни были моменты, я видел, как, и даже еще, когда в детстве был, когда и катались на лодках, на других лодках катались, заходим в лодку, там озеро небольшое, надо покататься, а там воды много, и находили любой способ, чтобы вот отплыли от берега, и давай вычерпим вдвоем. Эту водку черпали, эту воду черпали, 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 и знаете, и вроде бы как она где-то там течь есть, но мы не понимали, что мы вычерпали воду эту. Но она была на плаву. И сегодня нам с вами, как верующим людям, нужно понимать, чтобы еще наша ладья, наша вот эта лодка, да, чтобы она течь не дала. И Моисея, когда это написано, книга «Исход», во второй главе, в третьем стихе, там написано, что когда Моисей был маленький, и уже невозможно было скрыть, чтобы, потому что фараон сказал убить всех младенцев, убить всех мужского пола, чтобы не могли, то есть дальше воины вырасти и так далее, и так далее. И вот она взяла корзину страстника, взяла корзину страстника и осмолила смолою снутри и снаружи. Но чтобы это сделать, нужно эту смолу где-то достать. И она оставила там в тростнике Моисея, и знаете, в Ниле разные животные водятся. Рыбы разные, с разными зубами, может быть. Но я благодарен Богу, что это Божье определение. И вода не протекла в этой корзине страстника. И одежда какая-то лежала. И вот она это сделала. Но чтобы ей осмолить, нужно было где-то смолу взять. Нужно где-то было что-то взять, еще обработать, нагреть, развести огонь. И потом взять чем-то, каким-то способом и осмолить внутри корзину и снаружи. И нам сегодня с вами для того, чтобы наша лодка не протекала, нам с вами нужно где-то взять эту смолу, где-то взять вот этот огонь. А где мы с вами можем взять? Бог определяет. Бог говорит, придите ко мне. То есть я вам дам. Придите ко мне, я вам дам. И вы сможете обработать, вы можете что-то сделать. Я больше чем уверен, что у Симона, у Иоанна, у Андрея, у Иакова, и у них тоже были лодки, и они тоже были обработаны для того, чтобы она не могла дать течь. Они были опытны в этом деле. Возьмите другой пример, когда Бог повелевает Ною, сделай себе ковчег. Бог повелевает Ною сделать себе ковчег там с перегородками. И Бог ему говорит, с определенного дерева возьми определенные деревья и осмоли внутри и снаружи. Представляете, какой ковчег нужно было осмолить. Каких размеров он был. Ему тоже нужно было где-то смолу эту взять. Ему тоже нужно было ее нагреть. А когда смола холодная, ты ничего не сделаешь. Мы в детстве жевали эту смолу. Зубы черные, конечно, потом были. Я не знаю, может кто-то пробовал, кто-то не пробовал. Это всегда было. В Советском Союзе жевачек мало было. Шли даже, ели сосны, брали вот эту вот смолу твердую и жевали. Но Бог определяет в нашей жизни, чтобы мы имели тоже вот эту смолу. Можно сегодня подумать, чтобы мы имели с вами масло Духа Святого. Чтобы мы имели сегодня что-то такое, знаете, Божье семья, Божье водительство. Чтобы мы могли следить за своей лодкой. Если рыбак за своей лодкой следить не будет, он не сможет ничего поймать. И по своему опыту он ничего тоже не сможет поймать. Я скоро уже буду заканчивать. Мы с вами еще помолимся. И хотелось бы еще сказать о том, что вы помните, с чего начиналось Слово Божие, когда Иисус начал проповедовать? Когда в Луке написано, в 5 главе, когда Иисус сказал Симону, послушай, я хочу войти в твою лодку. И он вошел в эту лодку и начал говорить из нее. Еще как хочется сказать, чтобы Иисус говорил сегодня с нашей лодки. Чтобы Он говорил другим людям. И Он потом говорит Симону, заплыви, закинь. Не было. Мы трудились, наставни всю ночь ничего не поймали. Я помню один пример. Приехал ко мне брат своложен, Саша, и в деревню. Говорит, поехали. Я не рыбак. Но он говорит, поехали. Привез удочку простую, не спиннил, простую такую. Поехали, говорит, на саженку большую. Посидим, помолимся, поговорим, пообщаемся. Говорю, поехали. И вот мы с ним поехали. Знаете, мне хватило полтора часа, чтобы я не взмолился Богу потом. Он закидывает, вытягивает. Закидывает, вытягивает. А я сижу, у меня поплавок на одном месте. Полтора часа. Я уже начал переживать. Уже начал переживать. Мне стало неудобно как-то, знаете, ну просто как я оправдаюсь перед женой, что ни одного не поймал. И знаете, я такой закрыл глаза. А он, ну как опытный, на одном месте, на другом. Я на одном месте стою, там, где ничего, наверное, не было. Я закрыл глаза и просто сказал, Господи, ну не могу я у брата просить рыбу, сказать жене, что это я поймал. Ну никак не получается, это неправда. Я говорю, помоги, пожалуйста. Вот я искренне сказал, вот как, знаете, как вот детской верой такой. Я глаза открываю, смотрю, у меня поплавок раз. Я хоть маленького одного поймал, но у меня радость была. Я хоть, ну вот одного, он там пол ведра наловил, но я одного за все это время. Но у меня была радость, что Бог ответил на мою молитву. И знаете, Симон говорит, мы всю ночь трудились, наставник, ничего не поймали, но по слову твоему я сделаю так. И когда мы вроде бы находимся в нашей ладье, в нашей вот лодке, что-то пытаемся делать, ну и не хватает у нас опыта, как я рассказал пример моего детства. Я вроде бы все видел, я понимал, но у меня не было это в действии, у меня не было опыта этого, как это все правильно делать. И мы иногда что-то делаем без опыта. Но когда Христос входит в нашу лодку и затворяет, еще как Ноя просто затворил дверь сам потом за Ним, тогда у нас все с вами получается. И перед молитвой последний стих я прочитаю, и мы с вами помолимся. Исайя, 60 глава, 9 стих, можете высветить. Очень такой, знаете, интересный стих, да? Отнесите его к себе по жизни. Господь говорит, «Так меня ждут острова, впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их во имя Господа, Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя». Бог говорит, что ждут острова, то есть разные континенты, и корабли фарсийские, чтобы взять тебя и меня и перевести с одного места в другое. Бог определил нам уже прекрасное место, где мы с вами будем. И золото, серебро – это не то, что сегодня у нас есть с вами. Это наши плоды перед Богом. Это наши молитвы. Это наши жертвы. Это наши жертвоприношения перед Господом. Бог говорит, что уже корабли фарсийские ждут, чтобы вас переселить, чтобы мы с вами вместе в одном месте были. Я уже как-то в одной церкви напоминал, скажу, что мы как-то с мамой сидели, беседовали, и она задала один вопрос. Я понимаю, что мы все верующие люди, мы все стремимся в небо, и мы долго разговаривали, больше часа, хорошая тема была. И она просто задала вот по своей такой, знаете, по своей простоте вопрос. А когда мы придем в небо, мы все поместимся там или нет? Скажи, брат мой, сестра, поместимся ли мы все там? Господь говорит, а если бы не так, я приду и приготовлю место вам. Все мы поместимся. Миллиарды людей, сколько есть, сколько Бог спас, все мы там будем. И корабли фарсийские сегодня уже многих из нас ожидают, чтобы переправиться на ту сторону, и чтобы там мы увидели огонь Иисуса Христа и Его лицо. Давайте помолимся, поблагодарим Господа.